Здравствуйте все, кто нас видит. Это очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев, я по-прежнему ведущий этих заседаний. И сегодня у нас на повестке тема, которая, может быть, и не обострилась бы так, если бы не пресловутая или проклятая, или черт ее знает, как ее еще назвать, пандемия. Это тема цифровизация всего и вся. Многие говорят, вот, пандемия послужила триггером ускорения процессов, внедрения новых структур, создания дополнительной инфраструктуры цифровой экономики. Она способствовала тому, она способствовала этому, третьему, пятому, десятому. И, в общем, вот у меня, как принято говорить, лично и персонально иногда складывается ощущение, что мы из этой цифровизации делаем себе, ну, какого-то нового башка такого. Да, вот сейчас цифровизуем, вот сейчас все это придет, и все станет хорошо. Но в свое время мы решили, что все станет хорошо, если мы обобществим средства производства. Это сто с небольшим лет назад. Ну, не очень хорошо получилось. Но Бажок был создан, да, идол. Учение, правильно и так далее. И вот у этой цифровизации, которая на самом деле, конечно, пронизывает все большую часть, все более широкий круг сфер нашей жизни, повседневной и не только повседневной. У нее, конечно, есть, к сожалению, ну, как у любого явления, не очень приятные стороны. И есть свои полюса. Да, с моей точки зрения, вот один полюс, так называемый вот цифровой эхи, да, эхи хай-тех, технологии и так далее, это искусственный интеллект. На него тоже все больше уповают. Говорят, что вот, 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 проекция Мишустина, яркий пример. Сформулировано предложение. Такие-то функции, там, набором 37 или 377 будут переданы в дейта-центры. Они будут реализовываться, ну, компьютерами, грубо говоря, а поэтому мы сократим чиновников. Вот такой довольно наглядный и, можно сказать, даже яркий пример взгляда. Итак, один полюс. ИИ. Artificial Intelligence. Второй полюс, ну, несколько условно, конечно, это вот стрелялки, тик-токи, гаджеты по два, по три уже у некоторых в карманах рассованы. Это ведь тоже отчасти цифровизации, это тоже плоды отчасти искусственного интеллекта. Но охватывают они немножко другую категорию людей. Хотя Мишустин, мне говорили, тоже любит поиграть иногда на смартфоне. Но это его частное дело, мы не будем влезть в его частную жизнь. И вот эти полюса, не во всем объеме, конечно, но хотя бы в некоторых аспектах. С точки зрения психологии, да, личности и массовой психологии. С точки зрения неких этических моментов. С точки зрения влияния на социально-политическую или социально-экономическую, в первую очередь, ситуацию. Конечно, хотелось бы сегодня обсудить, и мы пригласили в эту студию, я буду представлять экспертов. По мере приближения ко мне, мы начнем с Елены Анатольевны Горобец, заведующей кафедрой прикладной экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, кандидата филологических наук. Я все правильно сказал? Да, конечно. Спасибо, Елена Анатольевна, что нашли время. Время не самое простое. Новый год настает и так далее. Второй раз, Михаил Михайлович, мы с вами встречаемся за довольно короткий промежуток времени, но что поделать, тематика. Это я обращаюсь к Михаилу Михайловичу Абрамовскому, директору высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета, кандидат технических наук. Мы тут давеча подводили итоги года и, конечно, не могли обойтись без специалистов в области IT-технологий. Я с этого начал, цифровизация, все пронизывает. И, наконец, нас почтил сегодня своим вниманием, посещением, уделил нам время директор высшей школы журналистики Казанского федерального университета, кандидат социологических наук, если я правильно понимаю, да? Леонид Григорьевич Толчинский. Леонид Григорьевич, фейки, фейкоматы, как производные боты. Вы тоже, слава богу, я так понимаю, не знаю, учите ли вы этому студентов уже. Ботов они пишут. Да, 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 они пишут. Вы разгребали. А социальные сети и так далее их используют. То есть, тут для вас тоже более чем широкое, мне кажется, поле участия в дискуссии. Ну, вступление на этом все. И я думаю, что для реального уже вступления, глубокого, для осмысления проблемы, самое правильное будет предоставить слово Михаил Михайловичу. Итак, и, и, насколько это влияет на нашу жизнь, насколько это делает нас зависимыми, да, делает наше поведение аддиктивным, как сейчас модно говорить. Это уже зависимым нельзя сказать, надо использовать русское слово, аддиктивное поведение и так далее. Прошу вас. А давайте сначала про ИИ, который неправильно переводится много лет с Artificial Intelligence. Потому что Intelligence корректнее, наверное, было бы перевести интеллектуальность. То есть, только фрагмент деятельности человека, который привык делать человек и до, в течение долгого времени могла сделать машину. То есть, например, вот мы знаем, что есть цифровые данные и то, что человек оперирует с данными машины, это примерно одинаково. То есть, дважды два четыре знает человек и дважды два четыре сделает машину. А вот задачи, которые привычные делает человек, например, распознать какое-то животное, узнать знакомого на улице, да, это то, что человек привык делать, но это очень большой объем данных, которые, будучи переложенным в компьютер, непонятно было, как к нему подступиться. И вот технологии искусственного интеллекта на самом деле, в первую очередь, это именно моделирование возможностей человеческого мозга, при этом не интеллекта в целом, как личности или сознания, а именно вот таких, может быть, даже приземленных вещей, как, например, узнавание, распознавание, различия. То есть, есть целый раздел, целая дисциплина машинного обучения, которая этим занимается. Конечно же, мне, как техническому специалисту, надеюсь, что могу себя таким называть, кажется, что, скажем, то облако мифов вокруг ИИ, оно преувеличено. Но я понимаю, почему оно возникает. Потому что интеллект, все-таки интеллект, и люди, как вы правильно заметили, создали новые мифы. Да, вот сейчас я был на, был такой интенсив, образовательный остров, и там была лекция, что цифра – это новая стихия. Вот раньше у нас было 4 стихи, теперь 5 стихия. А у любой стихии должен быть свой бог языческий. И, соответственно, вот это вот язычество, современное, цифровое, переосмысленное, мы его сейчас наблюдаем, что люди привыкли давать мифологию цифровому поведению, цифровым объектам. И вот это вот, скажем так, истерия, может быть, или даже просто возбуждение человечества по этому поводу, но связано еще и с некоторым непониманием природы вещей, которое может устраняется образованием профильным или какими-то дополнительными курсами, может не устраняется. Но вот эта ситуация, как мир воспринимает, она всячески связана с тем, что это именно новая стихия, в которой не все понятно человеку, в отличие от привычных стихий. С вашей точки зрения, вот обычный человек, да, не хочу говорить обыватель, а с вашей точки зрения, по вашим наблюдениям, вот к этому новому божеству или неоязыческому божеству под названием там ИИ, как относятся? От него чего-то ждут с надеждой, с опаской или просто смотрят как на нечто чуждое, непонятное? Ну, если я правильно помню историю, то от фильма «Прибытие поезда» люди убежали из кинотеатра. Ну да, ну да. Поэтому все-таки на любое новое человечество смотрится с подозрением и, возможно, в силу сложности объекта, о котором мы говорим, еще будет долго смотреть. Но все равно эти технологии, ну для нас, технорей, назовем нас так, это все-таки просто очередной этап, не более то, потому что между технологиями искусственного интеллекта и созданием именно искусственной личности, того самого там SkyNet или Матрицы, на самом деле большая пропасть. Ага, Матрицу вспомнили, хорошо. Ну пропасть очень большая, да, это еще, то есть все равно конечная неточка. Давайте я поставлю вопрос немножко по-другому. Вот мы представляем себе, что вот есть нечто такое, да, как сказал бы Маяковский «Облако в штанах», это называется искусственный интеллект, да. Вот по состоянию на сегодняшний день, о чем мы можем говорить, в какие сферы он, этот искусственный интеллект проник до такой степени, что мы можем уже показать, платим сказать, а смотрите, вот плоды, вот реально, вот мы же делаем. И в каких сферах это пока что, ну, не хочу сказать игрушка, ну, такая вот, такая полянка для тестирования, а может быть мы сюда еще зайдем с ним, а может быть сюда. Вот, коротенько, если об этом. И по обоим пунктам можно много сфер привести, но я поэтому по одному примеру сейчас не ограничусь. Ну да, я поэтому просил коротенько, я понимаю, что можно. Вот все, что касается персонализации в сервисах современных, везде есть рекомендательные системы, основы которых это технологии искусственного интеллекта. То есть алгоритм, подбрасывающий нам очередное видео, которое нам, возможно, понравится, прошел через технологии искусственного интеллекта. То есть это тот же TikTok, который набрал популярность именно за счет того, что там очень интересно рекомендательные системы, что видео, которые не набрали много просмотров, но по рекомендациям подходят другим, они вплывают в рекомендации большому количеству людей. YouTube, Яндекс.Дзен и другие сервисы. То есть везде все, что мы знаем про персонализацию, везде есть искусственный интеллект. Таргетированная реклама, в принципе, тоже. Да-да-да, его уже по полянке Леонид Григорьевич пошли сейчас. Плавный переход. Плавный переход, да. Самая большая жертва, если так можно говорить, того, что называется сегодня искусственный интеллект. Это медиасреда. Ну да. Ну а игрушка все-таки, это пока в целом все, что касается именно моделирования личности, возможно, потому что есть, конечно, у нас и голосовые помощники, с которыми мы общаемся голосом, но нам интересно воспринимать их как отдельную личность, то есть там Алиса, там Сири и так далее. Но пока так, чтобы это были прямо как в фильме «Железный человек», там был такой Джарвис, дворецкий Тони Старк, вот до этого пока еще далеко. Поэтому вот здесь это как раз пока... А это вообще надо? Ну... До этого далеко, а надо это вообще? Вот я сижу, грубо говоря, там на кухне или где-то там в ресторанчике, несмотря на ковид, и вдруг из смартфона, который тут у меня лежит, где-то вот вылезает голос. Вот что я нашла на этот счет в интернете! Мало того, что я эту девушку не просил, меня немножко напрягает, почему она меня подслушивает. Вот я говорю ведь о некоторых негативных явлениях за нами, что большой брат, который был в фантазии в свое время Оруэлла, он уже здесь, и мы должны как смириться с этим, мы должны, может быть, радоваться. Но ведь не искусственный интеллект это виноват. Нет? А кто? Стоящий за этим профильная компания. Отлично! То есть мы с вами все-таки так сейчас зафиксируем это обстоятельство, что искусственный интеллект или цифровизация экономики, интернет вещей, интернет транспортных систем, уже его в подотрасли, его отдельно выделяют. Это молотки. Это инструмент. Конечно. И как мы ими будем пользоваться, это второй вопрос. Лен Григорьевич, вот немножко коснулись уже этой темы, да? Давайте, Елена Анатольевна, для вас самый ответственный момент будет чуть-чуть попозже, да? Вы не обижайтесь, что я вот мужчин тут, с мужчин начал. Ну, по-моему, образом. Я бы всей души начал с вас. Ну, вот так разговор развивается. Так вот, к вопросу об Олегах, Алисах, Сирии, ботах, фейкоматах и так далее. С точки зрения вот нашей с вами профессии, да, работников средств массовой информации, вот это вот ботизация, назвал бы я ее, информационного пространства, да, появление такого, пардон за невольный каламбур, там, или за тавтологию, как социальные сети. Таргетированная реклама, о которой Михаил Михайлович говорил. Вот я журналист, да, я иногда, ну, или довольно часто там пишу на разные темы. Я думаю, вот эти люди, которые, ребята, да, которые там делают на базе нейронных сетей, вот себе подсказки, да, что мне вывалить, там, в Инстаграме, в ТикТоке еще где-то. Там могут быть и простые алгоритмы, понятные школьнику младших. Нет, 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 я сейчас не об этом. Они должны сойти с ума, потому что я сегодня запрашиваю, например, там, делаю запрос, там, грыжа позвоночной части, через два часа делаю запрос, там, база в Йемене, ну и так далее. С ума не сойдут, не сойдут, нет, конечно. Отфильтруют, и они, главное, после этого ничего не показывают, ни про грыжу, мне даже иногда обидно. Ну, надо подождать, а во-вторых, все-таки сходит с ума человек, когда ум не может с чем-то справиться. Эти искусственные нейронные сети... А им это не грозит, и они совсем справятся. Но они могут ошибиться и переобучиться неправильно. То есть, вот, есть очень смешной пример, всегда привожу его, когда говорю про ошибки нейронных сетей, классический пример, это когда, я уж извините, что вклинился, просто вот сделали нейронную сеть, которая должна распознавать, отличать волков от собак породы хаски. Вроде бы обучили датасет, все видно, и тут вдруг на одном, на фотографии собака породы хаски. Он говорит, это волк, ну прямо видно, что это не волк. Начали снимать слой за слоем, выяснилось, что оказывается на исходном датасете, то есть на открытых данных, волки все были на снегу. И нейронная сеть выучила, что если снег, это волк. То есть, этот параметр был введен как обязательный? Нет, она просто увидела, как это... Она увидела, что это закономерность. Увидела. Ну, хорошо. Прямо человечивая. Ну, нашла, но в любом случае. То есть, поэтому тут вот есть... Хорошо, вернемся к хасках на информационном поле. Так что? Что? Нам-то что делать? Вы сейчас учите студентов чему? Как давать, допустим, исходные данные для ботов? Социальные сети – это сторонники будущих журналистов или это конкуренты? С развитием информационных технологий, искусственного интеллекта. Ну, слушайте, уже пытались написать «Войну и мир» на машинном языке. Я боюсь, что это не фортран был, но что-то такое. А зачем вообще, Леонид Григорьевич, мы с вами нужны будем годика через два, через три и ваши вы ученики? Составить новость? Я читаю, как сейчас составляют, как подают новости в электронных СМИ, да и в том числе во вполне авторитетных, уважаемых, думаю, ну, ребят просто или вообще никто не учил ничему, ни русскому языку, ни стилистики, ни логики. Или их откуда-то, вот они просто, ну, такой вариант ботов, да, их взяли откуда-то со стороны, там, сказать, ну, ладно, ты на 15 тысяч согласен, давай-давай, лобай, там, people's how it, people's how it. Это все ведь тоже про цифровизацию и искусственный интеллект. Как-то много вопросов получилось в одном, они много и разные, в общем. А вы их расчленить? Да, тут надо сейчас попробовать членить, расчлененкой заниматься. Да, 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 да. Начну с того, что я вот абсолютно согласен. Саспенс нужен на программе. С чего начал Михаил Михайлович, мы немножко неправильно его переводим все-таки, да, это скорее улучшенный интеллект. Кого, Михаил Михайлович? Нет, искусственный интеллект. А, выражение? Отсюда и такой ужас там возникает, и искусственный интеллект звучит, конечно, страшно. Нечто параллельно и автономно существующее. Ладно, извините, Игорь Горькович, не возникает ассоциация с интеллигентс сервисом? Ну, это вообще. Теперь, что, так, с чего бы правильно начать? Про... Про работу, например. Ну, да, давайте. Не заместят они нас, живых журналистов. То, что я болтаю, вот запросто, может сказать. Не ботизация, а скорее алгоритмизация, да, медиа имеет место быть. Это такой серьезный, уже далеко проденувшийся процесс. Вот здесь я вот... Вообще, меня другое здесь волнует. Вот вы начали говорить, когда вступительное слово в дело, вы говорили об обчислении средств производства, вспоминали исторический опыт. Сегодня случилось на наших глазах об обчислении, а точнее даже централизации баз данных. А большие массивы данных попали в очень узкий круг, рук, если можно так сказать. Небольшой круг людей ими владеет. И то, что сейчас говорилось, страшен не интеллект, а тот, кто ему управляет, и кто формирует ему технические задания, кто пишет те самые алгоритмы, кто предопределяет то, на какую целевую аудиторию, каким образом, в какой момент. Эту битву за базы данных, об этом можно много говорить, тем более при помощи специалистов, которые рядом находятся, бесконечно об этом говорить, но эту битву мы почти проиграли, потому что все базы данных сконцентрированы там. Где? Ну вот у владельцев тех самых соцсетей, которые вы сейчас вспоминали. Они локализованы географически. Что? Где этот враг? Мы его вычислим? Ну, посмотрите первую десятку Форбс. Там нет банкиров, там нет нефтяников, там нет газовиков. Там держатели больших массивов данных. Все битвы идут за базы данных сегодня. Это главный капитал. Что ТикТок, что ли? Нужны танцующие 15 секунд мальчики, что ли, американцам, когда они такую битву за него разворачивают? Это битвы за базы данных в конечном счете. Потому что далее они позволяют формировать у любого направления, любой сложности технические задания, выстраивать соответствующие алгоритмы и воздействовать на большие массы людей. Кстати, проблема фейков отсюда. Во многом фейки же были всегда, во все времена. Раньше их называли утками. Утками, да до этого сколько угодно. Как появился человек, так он стал что-то придумывать. Но, а инквизиция что такое? Не фейк, что ли? Целые государственные политики на этом строились. Ничего себе фейк. А что? Симпатичная девушка, волосы распущены, травками питается. Значит, кто? Бабьяга, надо сжечь. Ну, так, я утрирую, конечно. Но сама инквизиция, это факт исторический. На чем она строилась? Что она в качестве аргументов запускала? И почему большие массы людей долгое время ее поддерживают? Опасность сегодня фейков в том, что они стали благодаря новым технологиям, новым возможностям, большому количеству независимых от нас площадок абсолютно распространяться с огромной скоростью на большом ареале, на больших территориях, минуя все языковые преграды. Сегодня же не проблема, каким языком ты владеешь. Надо клавишу правильную знать, какую нажать на компьютере, на мышке. И тебе все, значит, достаточно качественно. Сегодня переводы хорошо становятся, очень качественные. Нейросети работают, обучаемых хорошо. Не только с волками есть примеры, но вот с языком, например. Мне кажется, все лучше и лучше там все становится. Это одна опасность. Почему они стали опаснее? Второе, почему они стали опаснее? Ведь фейк урозен, да? Фейк, если прямая ложь, когда состряпалась, ничего ложь. А второе, это неполная правда. Вот сегодня мы вот с этим имеем в большом количестве дела, встречаемся. Потому что огромное количество пользователей соцсетей нечто видят, фиксируют. Они не занимаются традиционными, которые нас учили, журналистскими технологиями изучением того или иного явления. Они не выясняют две точки зрения, они не входят в события, они не смотрят продолжение истории. Он сфотографировал, вбросил, пошло. Если еще на определенном, ну, я не знаю, там, большая колонна танков замечена под Казани. Все. И дальше, что хочешь, делай с этим. А то, что это, может быть, плановое учение, на полигон поехало в училище, и так оно было... Это потом кто-то когда-то там... Ну, это такой безобидный пример, ну, такого рода полуправда. Такая колонна под Казани, конечно, довольно безобидный пример. Атомная бомба была бы страшнее. Как колонна едет и едет, да? Это же правда, она действительно есть. Есть. То есть это не чистой воды фейк. Ну, скорость его распространения... Как его остановить? Опять же, умеючи работать с большими данными. Да, действительно, алгоритмы сегодня позволяют большую массу такого рода сообщений агрегировать. С детекторами фейков очень многие работают, их изобретают сегодня, разрабатывают. Есть специальные ресурсы, да. И, в общем-то, в этом смысле вы правы. Очень скоро новостная журналистика, там, где не надо будет прямого погружения по тем или иным причинам собственного журналиста, специалиста, она, ну, по многому быть тодна на откуп, как мне кажется, алгоритмом и вот тем возможностям, которые предоставляют сегодня новые информационные площадки. Но ведь те, кто останутся, они наоборот возьмут на вооружение эти инструменты? Конечно, они, во-первых, возьмут. Во-вторых, есть масса вещей, куда просто алгоритм не доберется, ну, условно, там, гражданский журналист, да, ну, на тот же полигон. Там все равно нужно присутствие какого-то. Да, человека, который бы это событие неким образом изложил. А во-вторых, остается у нас большая задача, чего люди ждут. Вот в этом бесконечном потоке данных, правильных... Ну, кстати, сами держатели больших вас данных не очень заинтересованы сегодня в том, чтобы остановить фейкомет. Согласитесь, очень удобно, когда можно, зная, где, в какой момент и на кого направить определенную недостоверную информацию с определенной целью. Но опять к вопросу, кто управляет базами данных. Мы именем, смотрите, мы Microsoft Teams, мы всю систему образования положили на... Ну, да. Все наши данные мы отдали... Что, они бесплатно, что ли, нам отдали? На, эти, пользуйтесь, да, пожалуйста, безлимитно. Вся наша система образования лежит сейчас на всех серверах. Вот, не будем сейчас о больших этих глобальных проблемах. Для нас, для медийщиков, если сюда сворачивать, задача вообще учить их правильно работать с большими массивами данных, учить их правильно работать с... Там почти все есть. Чего не хватает общества в этом? Внятных расследований, внятных разъяснений, классификации происходящего. Это то, что может делать, обрабатывая и определенным образом используя возможности, которые предоставляют блестящие технологии, подавать на соответствующие свои группы читателей. В том числе, опять же, опираясь на задачи, которые при нашем грамотном ТЗ будут решать специалисты. Вот этому надо учить. Это большая смычка, которая должна в перспективе пройти между... Да, ты журналистик. Да, да. Отлично, Илья Григорьевич. Я старался не потерять концентрации в то время, когда вы затрагивали различные аспекты различных процессов, все, переговариваясь, время от времени с Михаилом Михайловичем мы пересматривались с Илья Анатольевым в это время, обменивались взглядами и потихонечку, я не знаю, как у вас, Илья Анатольевна, у меня такое небольшое тревожное чувство возникло. Оно у меня раньше было, я его придушил, но вот сейчас вот этот вот обмен мнениями его опять у меня поднимает откуда-то там с глубины. Смотрите, что получается. Мы будем надеяться все здесь присутствующие, конечно, не сторонники конспирологических всяких теорий, заговоров и так далее, но по факту, вот Леонид Григорьевич Толчинский говорит, посмотрите, где база данных, посмотрите, кто пытается нам манипулировать, кто на самом деле из-за отчасти, по крайней мере, заинтересован в этих фейкоматах, в том, чтобы это распространялось. Ну, их можно использовать, во всяком случае, такая возможность есть, целенаправленно используется. И Михаил Михайлович говорит, что Димон, ну, в общем, да, конечно, я согласен, молоток, это в самом начале было, сказано, что в чьи руки упадет, вот так все и будет. И вот в контексте разговора о развитии журналистики, а в принципе, да, чуть шире, если посмотреть на журналистику, журналистика, это же тоже один из инструментов социализации, социального взаимодействия и нашей жизни, то получается, что все больше воленс-ноленс, ну, вот так получается, если я не прав, поправьте меня, любой из присутствующих экспертов, коллеги здесь, так, мои коллеги, я имею в виду, наш коллегий журналист. Получается, что все больше и больше создается или откуда-то вот они, из каких-то там пространств, там, появляются какие-то рычажки и этих рычажков все больше и больше влияние на объект, да, на нас с вами, тех, кто потребляет информацию любого рода, да, политическую, культурную и так далее, влияет таким образом, или если можно так выразиться, в ту сторону, чтобы мы стали чуть меньше задумываться, да, чуть меньше, вот, ну, да, и чуть меньше, может быть, эмоционировать на основе фактов, а больше эмоционировать на основе нам поданные уже эмоции, мы когда говорим о постправде, мы о чем говорим, мы же говорим о том, что в парадигме постправды апелляция или оперирование фактами замещается оперированием эмоциями, человеку подают эмоцию, информацию через эмоцию, и в этой ситуации ему факт уже, все, он эмоционально отреагировал, поведение людей в соцсетях, как мы выбираем, отбраковываем и так далее, мы хотим видеть, Леонид Григорьевич об этом сказал, то, что, вот, отвечает это все, ты мой френд, и вдруг кто-то там написал, а я не согласен, люба дура, или там, Вася дурак, что делают с ним, даже он приводит 33, там доказательства, его банят и все, вот по стайкам мы разбились, нам эти большие люди, или, можно имя, фамилия, Биг Дейта, такой большой человек, Биг Дейт его зовут, нам что-то такое сформулировали, препарировали, упаковали, подали, и мы, сами того не подозревая, теряем свою субъектность, навыки критического осмысления, окружающей действительности, энергетику сказать нет, да, Брехт в свое время учил нас, да, показывая нам человека, который не умел говорить нет, что с ним произошло в результате, да, и вот, что, мы становимся манипулируемым обществом, а интеллект за нас искусственный, искусственный, решает, нет, нет, это вопрос ко всем, кстати, может быть, вы вступите, с вашей точки зрения, вот куда мы котимся, как говорили, в ужасном, прошлом, старом анекдоте, я здесь не могу ничего сказать, потому что я не в этого был сексерт, здесь просто никому не вопросов, вы получаете какую-то информацию из внешнего мира, вы на нее как-то реагируете, у вас есть аккаунт, например, там, в фейсбуке, вот где-то еще, что, вот просто откройте нам немножко, расскажите про свою личную жизнь. Хорошо, я не журналист, я догадался, медиасферой не занимаюсь профессионально, да, и поэтому я действительно здесь могу говорить только о себе, не чувствую я распада субъектности, не чувствую я навязывания чего бы то ни было, и уж чего точно не чувствую, так это утеря навыков критического мышления, никаких подобных ощущений у меня нет. Тогда я с другой стороны, с вашего позволения зайду, насколько активно вы пользуетесь социальными сетями, сколько вы зависаете в день, в неделю, вот в своем смартфоне, в своем компьютере, и что вы там смотрите, на что вы смотрите вот в этом мире, там, в компьютерном мире, в этом цифровом мире? На зависание сознатся времени нет у меня. Ну вот вам и ответ, вы же сами ответили. Если вы мне, да, влияние этой сферы, ну, конечно, у вас все человеческое осталось при вас, интеллект, который вам дал Господь и родители, помогли развить при вас. Я же говорю, мы же сейчас говорим о тех, кто вот там, вот он сидит, и пять часов из двенадцати часовых, там, отданных его природой, прежде чем он вырубится и уснет, он сидит и тычет, и тычет, и толдычит, и бабачит. Я бы не пугался этого, потому что это вот некая данность, понимаете, вот такой, слушайте, ну чума, тоже некоторые данности, ну, пандемия, как не бояться-то? мы можем сейчас возражать, этому не возражать, мы в гаджетах по уши, из-за стиральной машины в нашем доме тоже гаджет, она через вай-фай там управляется. Прекрасный эвфемизм старому грубому слову, когда говорят, мы в чем-то по уши, у меня, конечно, не гаджет приходит на ум, а то, что надо гаджетов говорили, да, поэтому я по уши, ну да. То есть, проблема-то в чем возникает, просто как правильно этого человека подготовить, фильтровать качественную информацию от некачественной, как ему самому какие-то внутренние в себе формировать качества, которые бы подталкивали его к вызову, а вытащить можно в единицу времени очень короткую, необходимую дополнительную информацию, для того, чтобы принимая определенные решения, не опираться только на эмоциональную, ну это проблема в образовании всегда стояла. У меня еще такой вопрос есть один, а почему мы заговорили об этом сейчас вдруг, и применительно к искусственному интеллекту только, почему, например, ну то есть, об этом точно говорили, еще когда я пешком под стол ходила, когда меня в проекте не было, когда телевидение стало доступным массово, и когда человек мог сидеть дома 5-6 часов подряд смотреть телевизор. Я не вижу больших отличий между 5-6 часами в гаджете и 5-6 часами за просмотром телевизора, и эта проблема обсуждалась, и эта проблема обсуждалась достаточно широко, но тем не менее, невзирая на все на это, человек как-то преодолел. Что-что? Преодолел? Человек, погрузившись вот в эту вот стихию тотального информационного воздействия, давления, сохранил лучшие свои черты, остался с собой, у него ничего не притупилось, все нормально? Ну, если мы говорим о человеке как об образе собирательном, то еще раз говорю, у меня нет никаких оснований для экспертных выводов здесь, а если мы говорим о конкретных людях, то, безусловно, в эпоху до телевидения и в эпоху с телевидением, я думаю, что процент людей, которые в состоянии мыслить самостоятельно, изменился не сильно. То же самое, ну, в 30-е годы у Йозефа Геббельса не было телевидения, у него было радио и газеты. Ну да, инструменты были другие. Более того, сейчас вот эти новые площадки, новые носители, то, что все действительно оцифровано и общедоступно, только вопрос, что мы не все умеем там, да, они во многом демократизировали процесс получения дополнительных знаний, информации, то, чего раньше не было. Где я мог взять что-то, закрытые фонды, где-то что-то на другом языке, чего-то в единственном экземпляре. Я, понимаете, сейчас о другом говорим. Сегодня возможность человеку получить максимально широкий спектр знаний и информации намного лучше, но выше. Окей, хорошо. Я просто здесь одну ремарочку позволю себе, да, не Геббельс с его радио и там Фолькеша Руншау, или что там у него был, какая бы, или Фолькеш и Биабахтер, не телевидение образца Соединенных Штатов с мыльными операми запущенными, минирают Советское телевидение, не давали, просто мы должны это понимать, не давали возможности априори любому потребителю информации самому продуцировать встречный поток информации. Сегодняшние социальные сети дают такую возможность, этой возможностью все более активно пользуются и позволю себе такое наглое заявление, пусть активные пользователи соцсети меня сейчас закидают виртуальными там этими, ну понятно, чем, да, гаджетными, скажем. Эмодзи. Да, эмодзи, да, соответствующими. Вот. Все менее критически осмысливают то, что они говорят, все менее озабачивают, извините за ужасно неуклюжие словечко, будучи озабоченными тем, чтобы подтвердить свое эмоциональное высказывание хоть какими-то фактами. Этого не было. Ни у Геббельса, ни у американского или советского телевидения. Сейчас это есть. Не было возможности встречный поток информации дать. Ну конечно. Но это не значит, что не было людей в таком количестве, которые, в общем, этот поток в себе носили. В себе его поносил и выплюснул. Это не оказывало, это не оказывало вот эту вот сетевую страну. Мы же говорим о сетевых взаимодействиях. С самыми низменными потоками. Чего? В голове. Ну так он их и умер с этого в голове. Как умер? Угробили пол-Европы? Кто? Для начала. Ну вот, скажем, геббельсовская пропаганда. Ну мы, мы не часто... То есть, иногда даже кажется, что это лучше, пусть он там выплеснет все это и успокоится. Я не знаю. Я боюсь, мы немножко сейчас уйдем в такую дискуссию по другой теме. Я хочу сказать, что выражение сетевые взаимодействия возникло, наверное, все-таки не случайно. Не я его придумал, правда, да? Эти сетевые взаимодействия, горизонтальные взаимодействия все-таки предполагают вот на несколько порядков, да? На несколько порядков увеличения субъектов информации. И вот мы дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь, мы друг другу вот полощем-полощем-полощем, и чем больше мы полощем, тем дальше, сплошь и рядом, мы оказываемся от фактов, от реальности в некоем вот этом вот виртуальном, да, можно сказать, нейронными сетями сконструированном мире. Сейчас, сейчас. Лен Григорьевич, вот вы говорите, что ну да, вот все же есть, надо там, вот можно легко найти вот это, вот это. Вопрос в том, к чему мы приучаем аудиторию. Мы, я имею в виду в широком смысле слова, медичники, в том числе журналисты, политики и так далее. Мы приучаем людей и поощряем их искать факты, искать дополнительную информацию, осмысливать ее или мы поощряем их хавать, как бессмертный в моих глазах Богдан Титамир сказал 25 лет назад, да, people have it, отвечая на вопрос тележурналисту, зачем вы бурдуете, пишете-то, что это такое-то, что музыка что-то, а Титамир сказал, people have it, пока have it. Это, можно сейчас очень далеко опять уйти в глубину, это такой извечный спор, кто для кого должен расти, да, художник опускаться туда, чтобы удовлетворить вкусы аудитории, или он должен стараться ее подтащить до своего уровня, способствовать развитию всестороннего, да, эмоциональному развитию. Появился же термин, ментальный интеллект, это же свежий сравнительный термин, правда, его же не было. Руслан, это, давай, что-то, какой-то был вопрос. Вопрос к Елене Анатольевне, на самом деле, и я хочу начать вот с чего. Юрий Прекопович, вы в начале разговора сказали о том, что испугались, да, что искусственный интеллект может заменить меня здесь, в моем месте. Да? То есть, говорить сможет там машина, вести передачу сможет машина. Я хочу спросить у Елены Анатольевны, как у специалиста-лингвиста, специалиста, который работает с речью. Это вообще возможно, чтобы машина заменила человека в подобном формате? Это было интересно, это было суперинтересно. Представь себе, что я Алиса, все в порядке, она же разговаривает. Живость реакции, сложность... У меня побольше, побольше, я согласен. На ваш взгляд, вообще возможно технически сделать так, что в будущем машина может заменить человека в полноценном национальном общении. Это прекрасно, что сегодня мне задают вопросы, которые, в общем-то, должны задаваться не мне. Вот ваш вопрос, Михаил Михайлович, конечно, я на него тоже отвечу. Есть, была, к сожалению, такая писательница, она писала под псевдонимом Игрекова, она была по образованию математики Елена Сергеевна Венцель. Так вот, как раз в ее произведениях где-то в 50-х годах, 20-х века, такая дискуссия уже была, сможет ли машина когда-либо заменить полностью человека. Это были очень горячие, активные дискуссии. Это был еще период, когда кибернетика только-только набирала обороты. Это был довольно сложный период. И там в рамках вот этой вот дискуссии один будущий программист, тогда он просто математик еще, говорит другому будущему программисту в нашей терминологии, что, дескать, все зависит от определения. Если мы определим машину сами для себя, как то, что никогда не сможете заменить человека, так этого никогда и не произойдет. Насколько можно создать анализатор и синтезатор речи, если вы об этом, и какая это будет речь, создание, безусловно, возможно, естественно, возможно. Но есть уже даже такие разработки, где, в принципе, человек, вот этот вот псевдочеловек, беседует на достаточно интеллектуальные темы и значительно, может быть, лучше, чем это делаем мы. Но вопрос здесь в другом. Насколько эта коммуникация будет настоящей коммуникацией? Вот это вот большой вопрос. Вы, не знаю, я все время... Извините, наверное, маленькое уточнение, если позволите. Вот вы сейчас сказали, насколько коммуникация будет коммуникацией. Поясните, что вы вкладываете вот в данный конкретный момент в понятие коммуникации? Ну, коммуникация, это вот контакт, общение. Что вас там настораживает? Что вы имеете в виду? Если воспринимать вербальную коммуникацию только как процесс передачи информации, то когда-нибудь, естественно, мы увидим... Мы выобщаемся с искусственным интеллектом и поймем, что... То есть... Так ничего. Но если мы... Ничего, мужичок. Ну, кого сделаете? Хорошо, хорошо. Кого сделаете? А если мы будем говорить о других аспектах коммуникации, о тех же невербальных аспектах, о том, что мы сейчас смотрим друг на друга, и то, что я говорю, и как вы воспринимаете то, что я говорю, по невербальным средствам моей коммуникации с вами, вы делаете выводы, которые могут не иметь никакого отношения к тому, что я говорю. Быть абсолютно неправильным. И быть абсолютно неправильным. Может быть. Может быть. Ну, в общем, не вся информация в процессе коммуникации вербальной передается вербально. Это тоже достаточно важно. Можно... Да, извините. Нет, нет. Все? Я просто подумал, что, может быть, Рустам хотел вас вывести на другую стезю к вопросу о программировании. Конечно, синтезатор никакие проблемы. Ну, вот я же сижу, синтезатор готовый работать. Все возможно. Другое дело, что языки программирования в какую сторону сдвигаются, и это будет прямым образом связано с тем моментом, который Елена Анатольевна затронул. Вы ведь говорили о том, что нет пространства для проявления симпатии или антипатии. Нет вот этих вот ментальных контактов просто в машинной коммуникации. Коммуникации, понимаемой как средство обмена информацией. Правильно? Невербально. Да. Насчет языков программирования. Есть мнение, как говорили раньше, да, там, есть мнение, есть мнение, что развитие языков программирования, да, идет по такому направлению, что скоро будет возможно, вот не надо будет мне всякие эти, слушайте, учить, у меня с алгеброй такие проблемы были в школе. С геометрией нет, а с алгеброй ужасно просто. Не надо будет ничего это учить, потому что язык программирования будет идентичен тому языку, на котором мы говорим. Русский, да, русском, английском, на английском, и будут программироваться с помощью определений, глаголов, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это возможно, мы туда идем. Английский язык? Да, да. Ну, на самом деле, двояко. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Вот, во-первых, однажды, я вот год учился в Штатах, как раз-ки по специальности, и мои однокурсники меня спросили, подожди, а у вас вот есть же эти языки программирования? Я говорю, есть. А как вы пишете? Ну, так же, как и вы пишете. А как же вы понимаете, о чем эта программа, если вы не знаете слов, там, for, while, if, else, и прочее? Я говорю, ну, мы учим просто это с переводами. То есть, для них, например, это уже, в принципе, неразрывная история, потому что английский язык... Это и есть язык программирования. Абсолютно так, да. Во-вторых, есть традиционное деление языков программирования на два типа. Это императивный и декларативный подход. Императивный – это именно пошаговая алгоритмизация. То есть, сходи туда. Если там что-то не так, то вот так. А декларативный – это языки программирования, которые позволяют нам просто задать, как бы, требуемые условия и дождаться просто ответа. Например, когда мы с вами ищем вот в тех же социальных сетях человека, мы так ищем, так, значит, ищем человека, живущего в Казани, возраст там 18 лет и старше, в армии не служил, полмужской и так далее. Это запрос к базе данных, который, в принципе, любой человек может прочитать и понять, знающий английский язык, хотя это язык программирования. То есть, вообще говоря, конечно, языки программирования уже поступили с тому, что читающий их человек, он в этом понимает. Но вопрос, а ему это зачем? Потому что вот программирование, все-таки, как создание приложений и программ, и программирование для работы с данными, это, в принципе, сейчас уже начинает немножко разделяться. Уже начинает формироваться новая профессия под названием Data Science Engineer или Data Scientist, уже так называют уже по-русски, Data Scientist, говорят, который будет заниматься именно писать небольшие участки программного кода, чтобы просто обрабатывать данные. Он станет индийцем, кодером? Нет. Нет? Другое? Нет, 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 нет. Вот, и, скажем так, вот для него какие будут новые инструменты для того, чтобы с данными работать, это уже интереснее, потому что там уже будет новая обработка данных и применение к ним определенных технологий. Но надо сказать, что языки программирования идут вот по какому пути. Они накапливают знания, то есть программирование абсолютно не поощряет изобретение велосипедов. То есть есть стандартное правило. Если то, что ты придумал, ты считаешь, что никто не придумал, проверь, скорее всего, ты неправильно прочитал документацию. Вот нейросети, можно, никто не программирует их сейчас с нуля. Есть уже готовые библиотеки, которые просто четыре строчек кода, у тебя нейросеть. Другие четыре строчек кода у меня ВКонтакте пост на стене висит. И? Упрощается. Порог ниже, люди входят. И вот это, я не люблю термин демократизация, но массовизация именно таких технологий, она имеет место, и она, конечно, приведет к некоторым еще развитию языков программирования. Это разные вещи, да. Это хорошо, что Рустам запустил эту веточку, да, в сюжете, потому что на самом деле, вот мы сейчас опять, ну, я, у меня, понятно, свои болячки, свой конек, вы уж меня извините, меня все сдвигает в эту сторону, я соскальзываю. Приведительно к массовизации, да, вот это хороший пример вы привели, там, четыре строчки кода нейросеть готова, еще четыре строчки довесил, значит, тебе создали какую-то реальность, да, или там, виртуальную реальность, если это, так вот сейчас говорят, виртуальную реальность, ну, и никого ничего не беспокоит. По поводу массовизации, и того, что не изобретаются велосипеды, и того, что информация уже есть, есть уже библиотеки, есть все, все упаковано на самом деле. Вопрос одновременно, Леонид Григорьевич, к вам, и к вам, Илья Анатольевна. Ну, начнем с того, что нам, Семен Григорьевичем, очень хорошо известно, как людям все-таки занимаемся журналистикой, это тенденция способности воспринимать текст, не математически, обычный. Мама, мыла раму, мы не рабы, рабы не мы, ну, и так далее. Замеры проводятся периодически, титанами масс-медиа, специальными уполномоченными агентствами в России, в США, в Западной Европе, и так далее, и так далее, и так далее. Цифры, конечно, как это, естественно, и можно было ожидать, гуляют туда-сюда, плюс-минус, но тенденция последних, наверное, 15, если не больше лет, если вот так вот посмотреть, раз в пять лет там кто-то там Томсом померил, там Блумберг ни с того ни с сего решился, давайте к моему аудиторию померяем, как она вообще реагирует. Если я ошибусь, вы меня поправите, потому что вы все-таки с научной точки зрения в теме, а я с точки зрения практического употребления. Тенденция одна, из года в год или там из пятилетки в пятилетку все эти исследования, восприятие обычных текстов показывают, но это же в интересах СМИ, в интересах рекламных кампаний, они же должны делать завлекалочки, чтобы это доходило до разума, доходило до сердца, вызывало положить нужные реакции и так далее. Так вот, качество восприятия текста сужается или ухудшается все больше и больше. Если 10 лет назад показывают исследование среднестатистическому человеку, взрослому человеку, доставало концентрации внимания, чтобы прочитать ну примерно две с половиной, там чуть больше машинописных, я выражаю, по-старому, там на странице машинописных, грубо говоря, там 1800 знаков, ну хватало концентрации внимания, чтобы вот за один присест, если можно так выразиться, прочитать эти две с половиной странички или там шесть-пять тысяч знаков, да, проглотить. Потом внимание рассеивалось, ему нужен был какой-то импульс, да, какой-то дополнительный визуальный раздражитель, картинку надо было, если вот мы говорим о СМИ, картиночку надо поместить, там звучок какой-то подпустить, он встрепенулся и он еще в состоянии. проглотит две с половиной странички. Сейчас, по-моему, последнее, что я видел 18-го года, что ли, не буду врать, объем одномоментно усваиваемой информации съездился до одной имени страницы. Все, я прочитал 900 знаков и у меня А, я уснул, Б, я не уснул, но я перестал понимать, что это вообще я тут читаю, да, Ц я даже и придумать не могу, что тут еще, либо-либо, все ты перестал воспринимать, тебя уже нужно стимулировать, тебе уже нужна доза какого-то, какого-то наркотика, да, такого, эмоционального, чтобы ты взбодрился и еще хотя бы страничку прочитал. о чем это говорит с вашей точки зрения, с вашей точки зрения, вот это вот в контексте предыдущего нашего разговора о типизации, массовизации, об упрощенчестве, о том, что факты все меньше нужны многим людям, достаточно эмоций и достаточно чего-то мнения, особенно, если оно хорошо упаковано и правильно подано. Лен Григорьевич. Во-первых, надо, значит, факт поднимать наверх в тексте, для того, чтобы он все-таки факт... Кому надо? Вот. Кому надо, уточнили. Информация, действительно, ее стало много, она стала единомоментно, единомоментно, многоканальной. Так. Он в единицу времени получает сегодня информацию не только с одного источника. Я раньше брал книгу, условно, и я ей зачитывался, захлебал, ничего другого не было. Вот я сидел, ее и читал. Сегодня у меня единомоментно, даже на одном моем, опять, любимое слово, гаджете, да, там несколько приложений установлено, которые в единицу времени мне кидают самую разную по тематике. Вы же не отнимаетесь одновременно все смотреть, Лен Григорьевич? Вы что-то убираете же? Ну, непонятно, что это не 25 глаз. но я вижу, у меня тут ватсап шлепнулся, тут фейсбук загорелся, здесь там вконтакте, ну, кого-чего-то. плюс к этому я смотрю какие-то новостные, возможно, ресурсы. Я стремлюсь за всем успеть все быстро сделать, но некоторые, да, в большом массиве интенсивно поступающей информации внимание к отдельно взятому информационному продукту, конечно, падает, оно сокращается. Для этого что требуется? то, о чем вы сейчас сказали, вы ответили за меня все. Для этого требуется, ну, во-первых, наиболее значимую составляющую того, что ты хочешь донести до своего потребителя, поднять максимально наверх, либо придумывать все вот эти многочисленные фишки, да, делать видео вставки, работать с инфографикой, работать с какими-то, надо менять подход к тому, как формировать контент, то есть, надо, да, в 30 секунд уложить то, что ты раньше показывал в сюжете на 3 минуты. Это уже... Это хорошо, что вы по эту сторону баррикады стоите и так смотрите. То есть, я... Это не научно, скорее, это констатирующий такой цвет. Я понимаю, то есть, вы хотите сказать, что проблема не в том, что среднестатистический человек в силу определенных обстоятельств, природных, образа жизни, питания, образования, что этот среднестатистический человек вот в силу этих обстоятельств становится или стал менее интеллектуально и эмоционально развит. Вы хотите сказать, что проблема с другой стороны, проблема с той стороны, что те, кто подают информацию, не умеют ее грамотно подавать? В том числе. мы получили огромные возможности в лице вот этого бесконечно растущего числа медийных площадок, через которые идут информационные мы получили к ним безграничный доступ, мы стали на многих из этих площадках еще и активными участниками, сами там сопроизводим контент, мы соучаствуем в этом всем. То есть, у нас появился вот эта масса безграничных совершенно шикарных возможностей. Что в этом плохого? Абсолютно ничего. Вопрос был очень простой, Леонид Григорьевич. Вы считаете, что современный среднестатистический человек не деградирует в интеллектуальном и эмоциональном плане в сравнении с теми людьми, которые жили и творили до вот этого вот, до этой вакханалии взаимопроникающих потоков информационных, информационного шума, грязи? Вы считаете, что все нормально здесь? То есть, вот этого процесса нет? Это требует параллельно, конечно, серьезного изменения в системе образования. Так. Вот, но деградации я не вижу такого. Понял, все, спасибо. Ирина Анатольевна, ваша точка зрения, как человек, который занимается непосредственно, насколько я понимаю, мы с вами так вот как-то там переговорились, переписывались, как раз вот подготовкой малышни, да, вот, насколько она готова, к образованию, к развитию, к саморазвитию. Ну, конкретно я занимаюсь патологиями речи, я сталкиваюсь с теми случаями, когда не все в порядке. Ну, речь это вторая сигнальная система, да, и вообще говорят, что мышление носит речевую природу, так что вы сталкиваетесь с тем, с чем надо, все нормально. Но я бы вот хотела сказать в связи с этим, что в нашем институте есть лаборатория интеллектуальной технологии управления текстами, ее возглавляет Марина Ивановна Солнышкина, и у нас с ней частично соприкасаются исследования, да, и, конечно, этот вопрос в какой-то степени лучше в перспективе, вы же не последний раз собираетесь, задать, наверное, ей. Она расскажет много интересного именно о специфике восприятия текстов. У них в основном образовательная направленность, то, о чем Леонид Григорьевич сказал, что в образовании надо принципиально менять позицию, здесь вот как раз совершенно солидарно, и то, почему ребенок, например, сейчас плохо читает, не справляется с усвоением прочитанной информации, не может пересказать, это проблема именно проблема текст-комплексити, и здесь надо подходить, ну, то есть, здесь как раз ведутся исследования, разработки, и эта проблема так или иначе будет решена в ближайшее время, по крайней мере, она будет решаться. А вот когда вы говорите о среднестатистическом обычном человеке, и предлагаете сравнить среднестатистического современного обычного человека и человека в дореволюционную эпоху, я боюсь, что... Нет, в дореволюционную, нет, я так далеко не заглядывал. А в какую? Доэволюционную, скажем так, до вот этого, до искусственного интеллекта, до массы. До чего, до телевидения? Да, например, для меня, например, среднестатистический современный человек, который в 80-е годы с утра до ночи телевизор смотрел, среднестатистический современный человек, который в гаджете целый день зависает, мало чем друг от друга отличаются. дает. Там есть нюансы, он не мог встречный поток информации генерировать, этот ваш человек в 80-е годы сидевший, он сидел тупо, потреблял излучение сектора, это би, да, как там это, и засыпал, и засыпал, и добавил. А почему не мог? Он мог, много разных каналов, по которым информация передавала. Я не пойму, ребята, вы что сравниваете? Возможность во дворе кому-то сказать, Вася, ты дурак, или возможность сказать аудитории 50 миллионов человек, вы не считаете, что здесь количество в качестве? Вася, не может сказать аудитории 50 миллионов. Вы сами ее вспоминали, самоцензурирование, вообще цензурирование стало фантастическим. Кто занимается самоцензурированием? Человек сам отсыкает негативный, ненужный ему поток информации, занося в черные списки и так далее, то, что раньше еще было сложно сделать, сейчас цензура уеха какая. И я сам себе... Телевизор, конечно, было сложно выключить, для этого нужно было плоскогубцы взять, чтобы его выключить. Тем самым потихонечку ограничивая поток. Юрий Протобич, а не может быть такого, что человек, статистический человек 80-х годов и среднестатистический человек сегодняшний, человек гаджетов, имеет коммуникацию примерно одинаковую, потому что, если ты среднестатистический, ты Вася, который выходил и забивал кости после просмотра телевизора, и ты сейчас посмотрел гаджеты, ты отошлешь максимум своим друзьям. Больше твоя информация никому не нужна будет. Есть огромное количество инструментарий, позволяющих посмотреть и сопоставить, что есть среднестатистический человек, например, десятилетия 21 века, и среднестатистический человек, скажем, в 80-х, неоднократно упоминавшихся Елена Анатольевны времен. Один из этих инструментов, один из этих показателей, это просто посмотреть номенклатуру или, если хотите, ассортимент книгоиздательств, и доли продаж литературы детективных жанров, фэнтези и так называемой нонфикшн литературы. И все будет понятно. Просто посмотри, вот зайди в магазины, слава богу, существует не только Литрес и другие площадки, существуют магазины, которые бумажные книги, это хороший показатель. Но я хотел бы к замечанию Елена Анатольевна вернуться. Все-таки хорошо, что вы вовлекаете коллегу Солнушкину, с чудесной фамилией совершенно человек. Марина Ивановна, мне очень интересно было с ней пообщаться. Я думаю, мы это сделаем. Но вы употребили сейчас какой-то термин, я его не раз слышал, применительно к речевым проблемам детишек. Нет, пока я еще ничего не говорила. О речевых проблемах детишек, я сейчас, конечно, об этом скажу. Вот здесь, наверное, судя по вашему настроению, вы, наверное, обрадуетесь. Ну-ка. Потому что здесь я немножечко... Да, подыграйте мне. Нет, я встану просто на вашу сторону. Вот в этом аспекте только. Вообще, я не считаю, что в цифровизации науки есть что-то плохое. И, безусловно... А, минуточку, я говорил о том, что цифровизация науки плохая? Цифровизация. А, цифровизация науки. Да, внедрение технологий искусственного интеллекта в научную сферу, это, конечно, замечательно. Нет, ну, понятно. И это открывает очень большие возможности. Не-не-не. Развивающие, обучающие программы, да, вот то, что делается в научной среде, доступ к библиотекам, да, ну, конечно, это однозначный плюс. Даже не трудитесь меня переубеждать. Я заранее согласен. Почему человек читает линейный текст сейчас по-другому, не так, как он читал его в 80-е, это тоже понятно, потому что организация гипертекстов это совсем другая организация, это не линейная организация информации, и надо тогда посмотреть, как он справляется с гипертекстом, раз уж ставит такой эксперимент. Я просто не знаю, какие тексты были выбраны для этого эксперимента. Это газетный, газетный, обычный текст. Понимаете, вот репортаж. Дженнифер Роуз с 42-х лет рано утром вышла на задний двор там своего ранчо в Луисвилле и увидела, что какое, и вот так, и так далее. Вот это вот воспринималось там раньше, там 10 лет назад на протяжении двух с половиной страны человек читал про эту Дженнифер Роуз. А сейчас он прочитал, что она вышла на задний двор и так... И может он просто поумнел, и ему до нее никакого дела нет. Это вопрос не ко мне, это вопрос к исследованию. Я говорю, что исследования массовой аудитории показывают, что восприятие текста с интеллектуальной и эмоциональной стороны ухудшается. Это не я придумал, да? Я чрезвычайно этим расстроен, да? Потому что часть моей работы идет на смарку, я не могу писать тексты, как пишут мастера. мастера. Это он хочет сказать, старик, твое время ушло. Я... Да, конечно. Я спрошу, я просто, может быть, тоже, я-то как раз не специалист в текстах, но нельзя провести параллели с тем, что, например, вообще письменность не была атрибутом массовости когда-то, ну, очень давно. То есть, ее нужно было выучить, она была сложной. Скажем так, сейчас, например, вот ограниченный круг людей умеет читать на церковно-славянском. Надо еще поучиться этому. Или, например, татарский язык в арабской вязи. То есть, нельзя ли в этом видеть примерно тот же процесс? Ну, то есть, что, раньше обычный печатный текст был стандартным для повседневного человека, а сейчас человек привык к другим формам, то есть, к другим формам потребления информации. И, может быть, упрощение происходило не вот только сравнивая газетный текст в 20-м веке и 21-м, а, в принципе, в историческом контексте. Ну, визуализация, да, это да, я думаю, Леонид Григорьевич подтвердит. Это тенденция. И визуализация, и действительно некоторые другие стандарты передачи. Откуда феномен этого Телеграма? Вот. Это во многом, да, переключение на какой-то другой, более короткий, более сжатый, более емкий, с выделением определенных ключевых не пропустите. Обязательно. Редкостное собрание пикейных жилетов. Есть некое, ну, есть некое, вот такое, да, развитие, которое, может быть, нам не очень приятно, но оно имеет место. Нет, на Телеграм все-таки это текстовой формат, а вот то, о чем визуализация, в том числе, это очевидно, да, что смещается акцент в донесении информации с текста на иллюстрацию, на картинку, на движущуюся картинку. Да не обязательно на иллюстрацию, линейный текст и гипертекст, они организованы по-разному, это разные эксперименты по специфике восприятия. А что вы имеете в виду под организацией гипертекции? Ну, как в Википедии, например, вот я сейчас тоже, вот я слушал, я просто визуализировал, что была бы у меня война и мир, в которой, собственно, персонаж каждый был гиперссылкой, можно было вткнуть, отмотать начало, когда вы имеете в виду, что возможность отойти и почитать. Гипертекстовая организация, она вообще на всех веб-сайтах, это текст организован по принципу гипертекстов, по системе ссылок. Спасибо, я в курсе, что такое гиперссылки. Ну, понятно. Так, и что с детишками-то происходит? А вот насчет детишек, это вот та самая часть, где я собиралась к вам прийти. Где вы хотели со мной согласиться, но решили повременить, да? Не решила повременить. Хорошо. На самом деле, сейчас мы имеем следующую проблему, об этой проблеме мы говорили в рамках одной из передач вот уже с Рустамом Габельхальковичем. Здесь дело вот в чем. Одно дело, когда гаджет дается в руки созревшему человеку, и совсем другое дело, когда гаджет дается в руки ребенку в возрасте до 5 лет. В нашей практике, практике речевой абилитации и речевой реабилитации имеются такие случаи, когда детишкам гаджеты выдавались практически чуть не с полугода. Вот научился ребеночек сидеть, и причем здесь вот я считаю, что не хватает просвещения, именно просвещения народа. Это народу надо рассказывать, и рассказывать достаточно активно и громко о том, что это никакое не развитие. Делают это, как правило, отцы в надежде, что он быстренько вырастет хорошим программистом, потому что он вот этому всему научится и будет хорошо. Они приводят ребенка с очень нетипичным... Это вот что говорит об... Извините, пожалуйста, что перебиваю. Вот это вот такая постановка вопроса. Она что-то говорит об степени интеллектуального развития среднестатистического современного родителя? Среднестатистического... Который говорит, если мы тебе, Ляля, дадимся с гаджет, а ты научишься тыкать, ты будешь хорошим программистом. Это так родители думают? Ну, я прошу прощения, но да. Есть некоторые, их приходится разубеждать. Но я же не сказала, что это среднестатистический... Вот и ответ на наш вопрос. Мы интеллектуально развиваемся или нет? Нет, нет, нет. Раньше родители думали, это так утрено. Это один из родителей, а не среднестатистический родитель. Это отдельные родители. Отдельные. Отдельные родители. То есть это явление не носит массовый характер? Явление выручения гаджета ребенку массовый характер носит. Но далеко не все родители уверены, что они приносят этим пользу, а не вред. Но вреда, который это может принести до конца, они все-таки не осознают. Именно потому, что это явление новое. И именно потому, что влияние раннего использования гаджетов на незрелый детский мозг, у которого еще не сформировано все, что необходимо до 5 лет, то есть не сформирована речь, не сформировано ее восприятие и производство, да, я имею в виду именно. Дальше. Неравномерно развиваются его анализаторы. И чрезмерная перегрузка одного из анализаторов ведет, безусловно, к дефициту развития другого. Вот этого всего родители, конечно, не знают. Я боюсь, что не только среднестатистически, а вообще, в принципе, мало кто знает. Про анализаторы точно не знают. Так вот, изучение влияния раннего использования гаджетов на когнитивное развитие детей, это одна из перспективных тем, и мы ей как раз занимаемся. И пока мы получили, результаты отрицательные и положительные, не видим ничего. Но это созревающий мозг. Это немного другой вопрос. Что касается... Когда он у нас созреет? Я уж пытаюсь перескочить сразу. Когда у детей мозг созревает? То есть, грубо говоря, со скольки не вредно. Давайте-то. Вот я лучше на второй вопрос отвечу, чем на первый, потому что первый требует индивидуального подхода. Считается, как и раньше, когда решался вопрос, когда можно сажать ребенка за компьютер, что после пяти лет, в случае, если у ребенка все с развитием хорошо, после пяти лет понемногу его можно привлекать к компьютерным играм, к работе на компьютере, к каким-то развивающим программам. С гаджетами та же история. Но я думаю, что если мы сейчас сделаем срез, и нам на этот вопрос ответят честно, то большинство родителей делают это до пяти лет. Это безусловно так. — Ну да, ну да, ну да. — Да, Аберс? — Вопрос такой. Вот сильные мира сего, миллиардеры, спицы Forbes. — С языка снял. — Вот принципиально большинство из них не пользуются гаджетами. Они предпочитают читать бумажные книги, слушать настоящую симфоническую музыку в зале, общаться тесным кругом, но общаться с теми людьми, которые им интересны, и такое есть понятие роскошь человеческого общения. Не кажется ли вам, что цифровизация, я сейчас буду говорить как неомарксист, что цифровизация — это навязывание капиталом, оболванивание достаточно большого слоя населения. Это пролетариат, но немножко неопролетариат. — Прикариат, скажем. — Ну да. И цифровизация становится уделом бедных, с ее помощью держит, благодаря этому информационному перегрузу, держит весь этот пролетариат под контролем, снижая его когнитивные способности, в то же время, когда дети там в тех же самых уелях, в итонах, в престижных школах изучают методы рационального мышления, изучают методы научного познания мира. Но это массам не дается. Отсюда и вот эта темная сторона цифровизации, то есть капитал и цифровое оболванивание населения — это две взаимосвязанные вещи. Согласны вы с этим? Кто может ответить из вас на этот вопрос? — Я думаю, все могут. — Все могут ответить или все могут согласиться? — Отвечаю, согласитесь. Нет, ну это же непреложный факт. Я вот сейчас стал листать, потому что я хотел выписку сделать, Альберт с языка, можно сказать, снял. Я посмотрел просто высказывания, там, Гейтса, Тима Кука, Стива Джобса, Михаила Фридмана, Альфа-групп, я имею в виду, Владимира Пота, уже наши, наши уже, ну, вариши, наши уже супермиллиардеры. Не то, что до пяти лет, Елена Анатольевна, до четырнадцати практически во всех семьях, однозначно говорят, как сговорились, извините, опять же, за тавтологию. До четырнадцати лет, максимум час в день. Все. Мы собираемся, говорит Тим Кук, мы собираемся, говорит Билл Гейтс, с Мелиндом, ну, а там, конечно, уже и внуки есть, но сейчас, а дети, когда они росли. Ну, вот, мы обсуждаем что-то, мы там, да, пьем кофе, но никогда, никогда с компьютера. Никогда. И это все вот эти, так называемые, высшие страты, независимо от стран мира. В США, в Западную Европу, в России, например, с Потанином и его коллегами. Если мы под этим углом зрения посмотрим на проблему, вам не кажется, что вот эта часть дискуссии, вот здесь, Михаил Михайлович и Леон Григорьевич, где-то минут 20-30 назад коснулись этого, что все-таки манипулятивный аспект очень многое значит, а Альберт просто поставил со всей пролетарской прямотой вопрос. Ребят, вот эта вот массовая гаджетизация или массовизация, как Михаил Михайлович выразился недавно, говоря о нейронных библиотеках, она все, на самом деле, в пользу бедных, а у богатых будет свой мир, своя роскошь, общение, вот эта вот типографская краска, да, знаете, вы берете книгу, тактильные ощущения, вот вы листаете. Ребенок пишет, Михаил Михайлович говорит, но уже было время, когда не было всеобщей грамотности, ну потом, ну вот, а сейчас, когда, когда люди учились письму, Илья Анатольевна не даст мне соврать, если я совру, она меня сейчас беспощадно поправит, это же ведь вопрос еще и развития мелкой моторики, это же вопрос трансформации вот этого вот двигательного усилия, сюда, в кору головного мозга. У меня только один вопрос в ответ на ваш, а почему одно исключает другое? Почему использование... Спросите об этом Билла Гейтс, извините, что перебиваю, почему он исключает любого богача? Билл Гейтс не задавал мне этого вопроса, поэтому я спрашиваю вас. Нет, минуточку, он ничего не задавал, он запретил своим детям, и все, это же не вопрос, это требование, это требование в семье. Знаете ли вы, что в силиконовой долине сейчас самый модный посыл, когда нанимают хаусхолдер там или что, ну какого-то там, да, человека, никаких гаджетов. Вот ты не пользуешься, все, ладно, мы тебя возьмем, ты будешь у нас здесь мыть полы, что-то там готовить и так далее. Если ты припрешься с гаджетом в семью с детьми, шанс получить работу, ты потеряешь. Сотрудники того же корпорации Фейсбук, Эппл, поголовно, куча, вот Леонид Григорьевич правильно говорил, мы сейчас все можем найти, погуглите, огромный массив информации на английском, на русском, где говорят одно и то же, нас пытаются затоптать, нас пытаются оглупить, мы огораживаем своих детей от этого, достало, хватит. Это что, это вот вопрос ко всем, это такой вариант современного луддизма? Это крайность, я не сторонник крайности, и в том, что приносит искусственный интеллект, как бы мы неправильно его ни называли, и в том, что приносит цифровизация, надо находить то хорошее, что она приносит, и пытаться нивелировать отрицательные эффекты. Вот это попытка нивелировки отрицательных эффектов. Не факт, что она будет удачной, потому что ничто так не сладко, как запретный плод. И если ограничивать ребенка, напротив, вот по моему опыту взаимодействия с моими детьми, гаджет зависимости нет ни у кого, ну до пяти лет это не рассматриваю. То есть у вас его нет, ну что же, вы не даете, вы не поощряете? Ну что значит даете и поощряете, и что значит ограничиваете и запрещаете? То есть значит не поощряете ведь? Ну, честно. Если это входит в обиход в нормальном формате, и не становится предметом страсти. Нет, 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 не если вы поощряете гаджетизацию детей своих в своей семье. Вопрос так стоит, что на него нельзя ответить ни да нет. А как можно поощрять гаджетизацию? Ну так же, как родители ваших подопытных, вот с пяти лет суют гаджет. Нет, совать мы, конечно, не судим, но если у ребенка появляется потребность им воспользоваться, я бы не сказала, что мы накладываем. Вы купили их детям, смартфоны, планшеты? Сколько вашим детям, извините? 20, 14,8. Ой, 20. Я бы еще поверил, если бы вы сказали 2, 4,8. Нет, ну она же росла. В процессе роста-то. Очень хорошо. Михаил Михайлович, что-то было, да? Да только короткий комментарий по поводу того, что я опять не на свою территорию залезаю, но все-таки каналы... Да нет, мы же общались, какой-то вопрос был. Каналы продаж, да, то есть откуда у нас поступала информация опять в историческом контексте? Мне самый простой пример, что в голову, это религия. Вот, скажем так, религия как идея, да, или как культ была источником, когда люди к ней приходили. И в разное историческое время этим можно было воспользоваться либо самой церкви или другой какой-то, ну, другой религии, или государству, которое было связано с этой религией. То есть можно было воспользоваться для доставки населению этих идей. Сейчас цифровизация. Вот просто у нас есть инструмент, через который некоторые влиятельные игроки могут также доставить свой контент. И по факту, ну, это, конечно, может привести... Ну, то есть, говоря про оболванивание или нет, ну, то есть виновата цифровизация только тем, что она дает каналы, чтобы это делать. Да. Вот, то есть это опять про people have it. То есть, ну, сама цифровизация, сама по себе, она просто... Молодки, мы об этом говорили вначале, да. В этом я тоже считаю, что это действительно такие крайности, потому что эти же дети растут, извините, в умных домах. Они пользуются тем оборудованием, которое напичкано самыми современными, да, умными технологиями и учатся с измельства этим пользоваться. И задают вопрос, а почему это работает и как это работает. И, в общем-то, погружаются потихонечку, да, другой путь немножечко проходит. А потом в 14 лет, извините, к ним придут персональные тьютеры, к ним подойдут самые лучшие технологии образовательные, и они быстро это нагонят. То, что не смогут сделать дети из иных семей. Поэтому то, что они чуть раньше включаются в это и чуть больше пытаются напитаться посредством, да, вот... Ну, тут опять вопрос, как мы будем эту образовательную среду, в которой вот среднестатистические дети находятся, регулировать, и каким образом будем ее, ну, если хотите, реформировать. То есть, а кто это мы, который будет регулировать? Ну, мы, мы же так всегда говорили, мы. Уже же мы подкрались к пониманию, что искусственный интеллект будет регулировать. Рустам имеет еще один вопрос, да? Да, у меня есть один вопрос. Опять вопрос к Елене Анатольевне. Вы сказали о том, что вы сталкивались с ситуацией, когда детишек с полугода дают гаджет. Мне, знаете, я хочу очень коротко от вас услышать. А что будет, если дать ребенку с полугода гаджет, и потом не прийти к вам? Слюна будет течь. Ну, кем он вырастет? Кто знает. Как вы, особенно, насколько он вообще способен будет? Уже ребят. Есть еще один вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа. Мы сейчас говорим о тех детях, которые не смогли с этой ситуацией. Есть дети, которые с этой ситуацией справляются, и у них, в принципе, даже достаточно нейротипичное развитие. А есть дети, у которых развитие пошло не так. И мы встречаем в каком-то плане гаджет Маугли. Ребенка, который живет в гаджете, который взаимодействует только с ним, который не воспринимает своих родителей вообще как своих родителей. Он их воспринимает только как людей, у которых можно по тем или иным причинам этот гаджет вытребовать. И это, конечно, расстройство. Это расстройство развития. Я не говорю о том, что так будет с каждым ребенком, который получил гаджет, потому что компенсаторные механизмы у всех включаются по-разному. Есть беда, с которой ты справишься сам, если ты для этого достаточно силен. Есть беда, с которой ты не справишься. И здесь, конечно, к нам-то приходят те дети, которые с этим не справились. К нам приходят дети, развитие которых пошло не по той траектории. Скажем так, родители не очень... Извини, Рустам Великодушин, просто маленькое уточнение на два слова. Количество этих гаджет-маугли детей растет? Конечно. Конечно. Да. Сильно? Ну, это термин, который мы используем, может быть, внутренний? Ну, назвали термин, назвали. Вопрос, уточнение простой. Растет? Растет. Растет. Сильно? Сильно. Сильно растет. Спасибо. Оно будет расти сильно до тех пор, пока мы не будем объяснять людям, что это просто... Да, ну вот, в общем-то, мы ведь сказали, что вы несторонник крайности, что во всем есть и хорошие страны, но мы же обсуждаем теневые стороны цифровизации, извините, великодушно. И мы здесь вообще-то собрались, мы сейчас потихонечку будем завершать, вот ровно для того, ну, не полностью, но в том числе для того, чтобы части нашей аудитории дать некоторое представление о возможностях что-то компенсировать, о необходимости подкорректировать свое собственное поведение, поведение относительно своих детей, как-то скорректировать точки внимания. И отдельный у меня посыл для чиновников, которые нас сейчас смотрят, потому что, вот Михаил Михайлович, это, наверное, один из последних на сегодня вопросов, когда мы рационализируем, Михаил Леонид Григорьевич, наверное, тебе тоже интересно будет, когда мы все это реализуем, вот начнем всерьез, да, всерьез рационализировать управленческие процессы в стране. Причем неважно, в США, ну, там уже и так, слава богу, далеко зашли, ну, вот про Россию давайте, да, кто-то может спрогнозировать, а куда денутся чиновники-то? Это непростой ведь вопрос? Огромная армия чиновников должна быть высвобождена, то есть выброшена на улицу. Этот вопрос тянет за собой под вопрос, а не превратится ли армия чиновников, в данном случае я имею в виду российских, внеолуддитов, которые не обязательно буквально будут крушить дейта-центр, хотя и это, кто ее знает, как пойдет, да, но будут саботировать развитие искусственного интеллекта, развитие цифровизации экономики всеми возможными силами, а как мы знаем, чиновничий отряд, да, не хочу его классом называть, но это такая мощная достаточно сила-то, да, в современном государстве, и за этим следует, вот, поясните мне, я искренне говорю, я не понимаю этого, когда мне говорят, что вот, да, вот, и сегодня я это неоднократно услышал, что да, ребята, бигдейта меняет мир, да, вот, ну, то сейчас вот все, ну, вот Леонид Григорьевич, правда, высказал опасения, что эти базы сосредоточены там в каких-то очень, в каких-то очень узких, да, кругах, да, таких каких-то там, где-то там, да, deep government или там, я не знаю, deep state какой-то там шуршит где-то все-таки, наверное, с целью манипулировать нами, да, несмотря на ваш оптимизм, Леонид Григорьевич, да, или с добрыми целями, просто покупай, просто покупай, ну, да, если мы сейчас перечитаем, как у Хакшлет называлось, дивный, дивный новый мир, дивный новый мир, да, просто советую, перечитайте, там, в принципе, про это уже все сказано, даже, по-моему, поговорка приведена, зачем ремонтировать, купи новый, ты через полгода купишь еще раз новый, купи, купи, наслаждайся, гедонизм, это круто, так вот, я немножко соскользнул с темы по поводу big data, мне очень нравится анекдот про лесника, который там вот такие вот дебаты вот слушал, слушал, потом вышел и всех выгнал, ну, и вариант этого же анекдота, потом пришел электрик, вырубил рубильник и все накрылось, да, в том числе глобальную сеть, нету, нет электроэнергии, ничего нет, нету, только мы с вами, в этом страшном, холодном, злом мире, больше ничего нет, ну, ладно, это утрирует, я, что хотел сказать про big data, вот, когда мы говорим, что мы вот что-то здесь упорядочим, вот, это будут приниматься решения, будут нейронные сети работать, и они уже работают, и они становятся все лучше, все качественнее, у меня возникает вопрос об электрике или о леснике. Сейчас мы будем корректировать программу национального развития, Владимир Владимирович велит, мы сделаем, мы, я имею в виду правительство наше, мы будем корректировать, на основе чего? На основе данных о состоянии тех или иных отраслей, в бюджетных сфер, финансовых сфер и так далее. Простой вопрос, прежде всего, к вам, Михаил Михайлович, как специалист, как вот люди вашего круга, общаясь, может быть, с госслужащими и так далее, оценивают, вообще, исходное качество материала, который лежит в этих big data. Я живу в Татарстане, мне говорят, слушай, малай, так что ты там бегаешь, там 50-70 там ковидных, давай пока 30 будет. Цифра идет куда-то в компьютерные недры. Таких цифр в Магадане, в Белгородске, где-то в Москве. Как мы на что-то можем положиться, если мы с холодком вот так вот по спине, по хребту понимаем страшную вещь, что база изначальной информации, уже занесенная туда, она на 12% лжива. Как с этим быть? Как с этим бороться? Что делать дальше? И чего стоит тогда все вот это вот, простите меня, сотрясание воздуха, с искусственным интеллектом, с цифровизацией экономики, с тем, что мы все упорядочим? Если у нас исходная база лжива... Вам ответ как идеалисты или совсем... Ну, вы знаете, это ваш выбор вообще, в какую позицию вы займете. Идеалисты, реалиста, пессимисты, оптимисты, стакан полон наполовину, стакан пуш наполовину. Выбирайте. Ну, давайте тогда не будем роль выбирать. Во-первых, да, это проблема, это абсолютно так. Во-вторых, если мы действительно хотим заниматься управлением на основе данных, как не просто философским подходом, но как именно управлением с построением математических моделей, то мы обязаны строить это на корректных данных, иначе это грошится над таким решением. Наверное, я бы сказал так, что правильным ходом было бы, во-первых, обращаться сугубо к достоверным данным, потому что... которые, в принципе, есть. То есть... Они как-то маркированы специально, что их можно отличить? Ну, смотрите, например, очень тяжело фальтифицировать данные, связанные... Например, у нас есть, например, транспорт возьмем, да, есть там схема транспорта. В принципе, мы можем посчитать парк наших, собственно, средств передвижения, да, вместимости. В принципе, я могу подумать про пассажиропоток, посадить людей, которые посчитают что-то там. То есть данные, в которых политически никто не заинтересован. То есть, в принципе, как бы начать с чего-то можно, во-первых, чтобы отрабатывать какие-то решения. Второе. Второе. Это менять сбор данных с помощью людей на сбор данных с помощью датчиков и того, что называется интернетом вещей. Эти данные не соврут. Эти данные, скажем так, их можно защитить более-менее от... как это? От прямого вмешательства. Вмешаться-то, конечно, тоже можно. Да, конечно. Вот, но, в принципе... Сейчас поэтому и улыбаюсь. Ну, опять же, вы же... я же... я не зря спорю про идеалиста. Вот, то есть, если есть человек заинтересованный в том, что все-таки это было реализовано, то защититься от этого можно. Поэтому я думаю, что если мы будем в этом сфере двигаться, это будет не массово, а будут выбираться, по-хорошему должны выбираться те сферы, где некую достоверность данных можно обеспечить и гарантировать. Ну и, собственно, постепенно перейти действительно от отказа в сборе данных с помощью человека и принять решение, ну именно человеческого. Понятно, спасибо. Все, наверное, давайте будем подводить итоги. И у меня просьба ко всем, да, уважаемые эксперты. Мы говорили, я заодно на всякий случай напомню тем, кто нас сейчас смотрит и слушает, может быть, не сначала смотрит и слушает. Мы говорили о том, что вот в таком глобальном, во всех смыслах глобальном явлении, как цифровизации, есть, к сожалению, некие темные стороны. Я бы даже не теневые назвал, а вот это темные. Там, дарк, вот что-то, что мы до конца не знаем или не вполне отчетливо себя понимаем. И мы говорили о том, как цифровизация влияет на, скажем, ситуацию в управленческих смыслах, да, в социально-экономическом аспекте, в моральном аспекте, на поведение людей, на большую или меньшую субъектность граждан, да, граждан, я хочу подчеркнуть, там, России, другого государства, не суть, важно. Попробуем резюмировать, к чему мы все-таки пришли. Я более-менее понимаю, была проартикулирована позиция Елены Анатольевны, ну, хорошо, если вы повторите еще раз для публики. Значит, где плюсы, где минусы, как бороться с минусами? Те же самые вопросы к вам, да, Елена Григорьевна Михайловна? Коротенько. Да, моя позиция заключается в том, чтобы избегать крайностей, чтобы искать компромиссные варианты, чтобы максимально использовать все положительное и минимизировать все отрицательное. Кроме того, моя позиция заключается в том, что цифра – это инструмент. У нас есть огонь, мы можем на огне кашу сварить, можем дом спалить. И то, кто как использует цифру – это вопрос этический, это вопрос, выходящий за сферу компетенции, вот, Михаил Михайлович в том числе. То есть… Взвободили меня от этики. Есть инструмент, и вот это наш общий вопрос, как это использовать, и кто… это не чей-то конкретный вопрос. Я говорю о том, что сама по себе цифра не хороша и не плоха, и цифровизация сама по себе не хороша и не плоха. А вот то, как кто ей пользуется, вот это уже и есть вопрос. Мы правильно пользуемся. Мы правильно пользуемся. Мы это кто? Мы здесь, в России. Кто как? Но это такой глобальный вопрос, на который ответить практически невозможно. А еще одно уточнение, и мы перейдем к Михаилу Михайловичу. Вы сказали, что это вопрос этический, и я так понял, что с вашей точки зрения вот этической стороной могут заниматься только специалисты? Нет, этим заниматься должны как раз все мы, не кто-то конкретно, а все. Это очень важное уточнение, потому что, может быть, как-то так у меня немножко неправильно уложилось в голове. То есть этические вопросы должны касаться каждого, и более того, это те вопросы, которые каждый из нас в состоянии решить, если займет нормальную позицию этическую. И со временем мы выработаем правила пользования огнем, и будем им учить, наше подрастающее поколение. Но пожарные с этими кесарями будут стоять где-то рядом, на случай, если мы нарушим правила. Это жизнь. Да, или бронзву это. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Хотелось бы продолжить в том же русле и сказать все-таки про образованность и грамотность. То есть у нас вообще есть понятие... Я понимаю, но все-таки... Хорошо, тогда просто про грамотность начну, а потом уже образованность. Значит, у нас есть понятие, например, правовая грамотность, экономическая грамотность, компьютерная грамотность, иногда, например, цифровая грамотность. Так вот, во-первых, нам в мире нужна грамотность в сфере современных технологий, в том числе в искусственном интеллекте, чтобы не давать ему именно тех мифов и легенд, которые ему не присущи. Начать надо с этого. Тогда некоторые вопросы, связанные с воздействием на человека, они снимаются. То есть, ну, условно, когда кто-то понимает, что вот это вот это вредно, или вот это вот это так, то тогда, в принципе, канал поставки этого вредного, он как-то уменьшается и исчезает. Вот. И все-таки хочется подчеркнуть важность, что мы тут все равно представители университета, и университеты сейчас, возможно, еще их одна миссия дополнительная, в том числе и те, кто будут обеспечивать эту грамотность, то есть они будут проводниками того, чтобы, как минимум, базовые идеи понимали широким кругом. И тогда, повторюсь еще раз, вопрос, не убирая инструмента… Я улыбнулся по другому поводу. Я думал, проводниками, вы сказали, думаю, по крайней мере, полупроводниками. Ну, да, да, продолжайте, пожалуйста. Это, кстати, замечание, действительно. Проводники в массы, полупроводники. Да, да. Вот. И просто, что, оставляя каналы, которые есть, да, что все равно у каждого из нас есть центр доставки продукта от производителя к нам, все равно мы, скажем, часть рисков, связанных с цифровизацией, снимаем. Ну, в принципе, все. Понятно. Леон Григорьевич, в завершении всегда легче говорить. Это как новогодний тост, да? Вот сейчас же все-таки новогодцы рядом, да? Тот, кто уже после… Дать бокал сведом. Тот, кто после третьей, тому уже проще. Потому что, во-первых, он уже после третьей, во-вторых, он всегда может сказать, я абсолютно согласен с тем, что было сказано. А я действительно абсолютно согласен с тем, что было сказано. И, может быть, только в завершении еще вот несколько там по предложению тестов, которые, возможно, скорее даже относятся к будущим вашим дискуссиям в клубе. Первое – это, если говорить про минусы, которые вот еще бы я добавил ко всем сейчас уже прозвучавшим. И мы видим, что национальные… Вот вы про чиновников, значит, про государство, про власть, как они вообще, национальные правительства, во многом оказались не готовы к происходящему. И мы видим, как лихорадочно сейчас национальные правительства ищут какие-то законодательные пути регулирования, в том числе использования баз данных, больших массивов данных, всевозможных площадок. Наша Госдума принимала сейчас законов. Речь о чем? О пандемии? О большом транзите? Тут обо всем. Я же вам темы даю пока на будущее. Ко всему я уже присоединился. Наставник, спасибо. Темы-то можно и потом обсудить, все-таки подведение итогов сегодняшней дискуссии. Второе. Хотим мы, не хотим. Нравится, не нравится нам цифровизация и все, что с этим происходит. 2020 год, опять пандемию упомянули, забежали вперед со мной. 2020 год увел огромное количество людей по очень многим направлениям деятельности в онлайн и в оффлайн они уже не вернутся. С этой данностью нам надо тоже как-то жить и чего-то по этому поводу думать. Можно это писать. То же самое? Ну, у них там IRP. Ну и то, что вы, тут я вот к вам тоже присоединюсь, это большая проблема, на которой мы сейчас, конечно, уже не времени нет и, наверное, не хватит компетенции даже в полной мере. То, что вы сейчас затронули, а куда денутся чиновники, вообще то, о чем пишут сегодня. Чиновники-то это ведь, например, огромные массы людей могут остаться не у дел традиционно, к которым привыкли. И это потребует больших изменений, это вообще большие гуманитарные вызовы в перспективе, которые возникают, вот этические уже вспоминали. И это то, что вот сегодня нельзя, по крайней мере, не заметить, галочку не поставить, что это есть и к этому движется. И цифровизация, что называется, нам в помощь. Говорят же, что плантации в будущем в странах третьего мира, где рабский труд, это когда эти, ну или просто тяжелый труд, будут такой, что люди будут смотреть на картинку и говорить, тут написано это. То есть они будут помогать, обучать искусственный интеллект. Будет какая-то машина рядом с динамиками, а он... Ну просто вот на экране появляется текст, и он говорит, здесь написано вот это. То есть, например, как вы сейчас... Кому говорит? Ну просто пишет, как вот распознает, да, то есть он будет помогать, обеспечивать искусственный интеллект данными, это будет тоже вид дешевой рабочей силы. Микан, вы меня вообще сбили с толку, я уже не понимаю, кто кому пишут, зачем пишут, почему нужно видеть картинку, набивать по-ноу, тайпы там что-то такое. Мы же дискуссионные кубы, мы же делаем по-ноу. Нет, это пугалки все-таки цифровизации, то есть я могу быстро сказать, что вот мы сейчас говорим, что есть дешевая рабочая сила, там они шьют что-то, там они что-то добывают. А будут еще такие фабрики, где будут работать только с данными, где дешевая рабочая сила, к сожалению, пока что, да, они будут распознавать то, что они видят на картинке и печатать этот текст. Для чего? Чтобы обучать алгоритмы искусственного интеллекта. Он к тому времени сам уже не в состоянии будет, он сейчас считывает, а там нужно будет кому-то, чтобы он писал, да? Есть интересные повороты, да, в развитии прогресса. Хорошо, спасибо огромное. На этом, наверное, можно было поставить точку, но я сделаю запятую, пользуюсь тем, что вот Новый год настает, бла-бла-бла, да-да-да. Вопрос практически, Михаил Михайлович, к вам, как вот к решальщику такого рода задачи. Горная дорога, серпентин. Одна машина идет, движение, одна колея, другая идет навстречу. На обеих они обе утыканы лидарами этими, да? Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих, датчиками-датчиками, все, умный-умный-умный-умный-умный-умный-умный-умный-умный. Выруливают. В программах у обеих машин стоит избегаем столкновения. Бережем окружающих и жизнь седока, то есть водителя. Здесь скала, он не может дать команду на скалу, впереди препятствия автомобиля, он не может дать препятствия, но здесь обрыв, и обе машины летят туда. Но искусственный интеллект помог нам, помог избежать столкновения, мы же закладывали, чтобы никому не нанести вреда, не столкнуться с движущим предметом, с человеком, с другим автомобилем, не воткнуться в угол дома. Как решать? Вы уже знаете решение? Или это загадка? На этой симпатичной ноте позвольте мне закончить сегодняшнюю дискуссию. Я хочу напомнить, что мы говорили о теневых сторонах цифровизации всего и вся в дискуссионном клубе телевидения Казанского федерального университета. И в качестве экспертов у нас сегодня были Елена Анатольевна Горобец, зав. кафедры прикладной экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультуры, коммуникации КФУ, кандидат в филологические технологии. Так тяжело всегда произносить названия наши, и они такие длинные-длинные, отменно. Но это только подчеркивает солидность. Михаил Михайлович Абрамовский, директор высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Ничего, что я не называю ученую степенью. Понятно, что вы все остепененные. И Леонид Григорьевич Толчинский, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Института на самом деле, да, чего-то там и массового коммуникации, социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Я ведущий программы Юрий Алаев. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо еще раз, уважаемые эксперты. С успешным наступающим Новым годом. Будем надеяться, что он обойдется без того, что нам пришлось пережить, а некоторыми не пережить в уходящем году. Дай бог, дай бог. И искусственный интеллект тоже дай. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok